Денис Беринчик встретится с Хосе Санчесом из Чили 36-летним оппонентом, который выглядит на 56 и боксирует так же Что, зачем и почему? Именно эти вопросы задают фанаты, но Александр Красюк, промоутер украинца, не преклонен, этот боксер 15-й в рейтинге WBO В случае победы он сделает Дениса обязательным претендентом на титул, который принадлежит Теофима Это могла быть шутка, но нет Уровень соперников Беринчика не улучшается Наверное, это не кончится никогда Денис Беринчик крайне талантливый боксер Другие серебряными призерами Олимпийских игр не становятся по определению Кроме этого, несмотря на свой образ и стиль, который многим кажется противоречивым Украинец очень трудолюбив и часто пытается разбираться в вопросах, которые напрямую влияют на его профессиональную деятельность Но быть хорошим, талантливым боксером мало Успех в профессионалах складывается из уйма качеств Одно из них решительность в вопросах смены промоутера В этом мастера все, кто имеет отношение к американскому боксерскому рынку Ну вот не нравится Теофима Лопесу отношение Боба Арума и Топ Рэнкон Не боясь, взрывается в социальных сетях и на интервью Радуется организацией его боя другими промоутерами и открыто заявляет о недовольстве Туда же идут Теренс Крауфорд и Сауль Альварис И это лишь самые яркие примеры Альварис и вовсе разошелся с Golden Boy Promotions, дойдя до суда, но решив все договоренностью Так работает адекватная правовая система, когда ты можешь уверенно идти в суд или иметь его, как аргумент, понимая, что никто не захочет иметь дело с адекватным производством И тут же имеем Дениса Беринчика Вот уже года четыре, как украинец везде говорит о промоутере То чуть лучше, то чуть хуже Но везде сквозит одна и та же мысль, хочу попробовать себя на большой сцене, в больших боях Не обещают, но не дают Мы не знаем, какие там отношения у Дениса с промоутером, но уверены, но уйти можно было Или хотя бы попытаться Потому что Красюк лишь ссылается, говоря о Беринчике В основном, на Усика Мол, вот смотрите, все говорили, что Усик мешкобой, а потом он стал абсолютом А еще примеры есть С другой стороны, Красюка тоже можно понять Не в плане продвижения Беринчика, а в плане, что в Украину к Денису действительно никто не приедет Не стоит ожидать тут Камбасаса, Лопеса и других звезд Даже тех, кто близок к звездам, не стоит Мы с вами просто не заплатим по 50 евро за билет Даже по 20 вряд ли Потому что это большой процент от среднего заработка в стране, в отличие от той же Великобритании или США Почему Денис не ехал туда в Андеркард загадка Красюк постоянно упоминал какой-то дворец спорта, который должен заполнить Беринчик и после которого можно будет говорить, что он популярен Но, погодите, Усик заполнил дворец спорта, потому что он Усик он один такой Дворец спорта в Киеве никак не влияет на популярность бойца за границей, это стопроцентная информация В итоге, имеем в соперниках Виареля Симона, Эктора Сармиента и Хосе Санчеса А все воспоминания о боях это выходы Дениса Хотя и бокс в них был как минимум, с украинской стороны Санчес самый слабый соперник Беринчика Возможно, во всей карьере Каким образом Хосе забрался аж на пятнадцатую строчку рейтинга WBO, даже не хочется выяснять Потому что с ним разберется минимум 30% прочитавших материал Просто среднестатистический южноамериканец, который что-то там делает с грушей в зале Санчес никогда не выезжал за границу, боксировал только на родине, бил своих же наунеемов Кто-то из журналистов заметил, что Хосе третий в рейтинге боксрек среди чилийских боксеров Стоит отметить, что там всего 4 действующих спортсмена Ладно, рейтинги не всегда объективны Даже, скорее не объективны Особенно рейтинги боксрек Но ссылаться на бокс Хосе тоже не хочется Там приблизительно ноль преимуществ перед Беринчиком Не просто мисс с матч или проходной бой, а спарринг новичка группы с мастером спорта Денис, конечно, пытается поддержать интригу Я серьезно отношусь к сопернику и тренируюсь два раза в день В ринге и просто в профессионалах может произойти все, что угодно Конечно, случайное рассечение никто не отменял Но это, если Беринчик соберется пропускать от соперника Потому что, по идее, статистика точных попаданий оппонента обязана стремиться к нулю Симон медленнее, старше и просто хуже, как боксер Вряд ли, даже если объединить весь рекорд Хосе, можно будет собрать одного Беринчика Из интересного у Санчеса только жизнь У него был перерыв в 6 лет В 2010 году Хосе был непобежденным спортсменом Но на него совершили нападение и ударили по затылку чем-то тяжелым вроде битой или палки и добавили удар ножом Организм Санчеса справился, но возвращаться быстро к карьере он не стал Лишь в 2016 году Челиец вернулся в ринг с победой техническим нокаутом, а потом впервые проиграл дисквалификацией Дальше только победа и путь к главному бою в жизни Сколько заработаем на победе Санчеса? То есть, в случае победы, конечно же Коэффициент 16 ровно во столько оцениваются шансы победы Хосе над Денисом Беринчиком Она может состояться Если Денис заболеет посреди боя Если случится рассечение, которое не даст Беринчику продолжить Если Денис забудет о защите и примет на себя восьмиударную серию оппонента Если Беринчик так устанет бить, что откажется от продолжения боя В общем-то, ставить не рекомендуем А посмотреть можно Потому что очередная победа действительно поднимет Беринчика выше в рейтинге Дальше только серьезные соперники не в Украине, с которыми в игры играть не получится Субтитры создавал DimaTorzok